Сейчас я, ну формально, я работаю в Академии наук, ведущим научным сотрудником в Институте системного анализа. А по существу, чем я сейчас занимаюсь, всеми своими силами, я скромными, слабыми силами стараюсь остановить другого маньяка, сидящего в Кремле и тоже стремящегося к мировому господству. Я нахожусь сейчас в Израиле и очень благодарен ему за то, как бы неофициальное убежище, которое он мне дал. Формально, формально я подал заявление о статусе беженца в Соединенных Штатах. Ну я хочу оказаться в Вашингтоне, потому что у меня есть там место работы, я 4 года работал в Гудзоновском институте и сейчас являюсь его приглашенным профессором. И мне кажется, я, несмотря на то, что на вопрос «Who is Mr. Putin?» на заданный вопрос прошло 16 лет, я думаю, Запад так и не получил адекватного ответа на этот вопрос. А находясь в Вашингтоне, я мог бы помочь ему это сделать. Ну против меня возбуждено уголовное дело, и я не стал играть в героизм, и пока еще границы открыты, за несколько дней до возможного ареста я сел на самолет в Москва, Тель-Авив и прилетел сюда. Мне предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса в общей сложности, там до 15 лет тюремного заключения. Первое, самое тяжкое, это посягательственная территориальная целостность Российской Федерации. Имеется в виду вполне конкретный мой текст, бомба, которая готова взорваться, опубликованная на сайте популярного издания «Эхо Москвы», в котором я утверждаю, что после двух столетий тяжелейших войн между Россией и Чечнёй, в котором с обеих сторон было совершено достаточно жестокости и преступлений, лучше для наших двух народов жить в разных государствах. Зима 52-53 года была, пожалуй, одним из самых драматических моментов в истории Советского Союза. Уходящий диктатор задумал грандиозные планы. Я бы не говорил о деле врачей и о попытке депортации евреев, отрывая это от его плана очередной чистки номенклатуры, очередной расправы своими сторонниками, как это было в 1937-1938 году. Это было часть единого проекта, потому что он намеревался убрать большую часть своих соратников в предбюро, обвинив их как раз в участии в сионистском заговоре. И первый шаг к этой двойной зловещей операции был сделан Сталином 14 октября 52-го года на первом заседании вновь избранного Центрального комитета, только что избранного Центрального комитета, 19-м съездом, тогда она называлась ВПКБ, Всесоюзная партия коммунистов-большевиков. Сталин оброшился на своих ближайших соратников, Молотова и Микояна, по существу, назвав их изменниками. И кроме того, к ужасу всей своей аудитории заявил, что он собирается уходить со всех руководящих постов. Почему к ужасу? Потому что в русской традиции все прекрасно понимали, что следует за пожеланием Ивана Грозного уйти с поста царя. Всем было ясно, что на повестке дня новая чистка высшей номенклатуры власти, у которой падут многие головы. Что касается еврейского характера этого погрома, то он готовился с подволью уже много лет. Это и борьба с космомолитизмом 1948 года, это и разгром еврейского комитета, это и убийство Михаэлса, и это, наконец, дело врачей, которые вы упомянули. В этот день, когда Сталин произносил эту свою историческую речь в Кремле, врачи уже допрашивались в Министерстве госбезопасности, их пытали, выбивая у них показания о том, что они стремились умертвить вождей Советского Союза, особенно военных деятелей. На этом напирало обвинение, тем самым обвиняя их в подрыве обороноспособности России, Советского Союза, и к тому, что это делали по поручению высших должностных лиц государства того же Молотова. Кстати, жена Молотова, еврейка-жемчужная, тоже уже в это время находилась в тюрьме, и даже сам Молотов голосовал в свое время за ее исключение из Центрального комитета и за арест. Вот эти фигуры последней партии Сталина были расставлены им 14 октября 1952 года. Масштабная зачистка номенклатуры и громадная антисемитская кампания. Масштаб этой кампании, как далеко она пойдет, в те дни было еще не ясно. Последовали следующие события. Второй такой ключевой точкой, таким вторым узлом разворачивающейся трагедии я бы назвал «13 января 1953 года». Мне было тогда 13 лет, и я помню это событие, то впечатление, которое меня произвело. На последней странице «Правды» было написано сообщение об аресте группы врачей-вредителей. Написано было совершенно необычным для коммунистической прессы стиле, но по существу это был грубейший антисемитский текст, что раньше советская пропаганда себе не позволяла, даже во время борьбы с космомолитизмом, с еврейским комитетом. Там подчеркивались еврейские фамилии врачей, псевдонимы, если у них были русские псевдонимы. Подчеркивалось, что они работали по указанию еврейской организации «Джойнт» и получали поручения из-за рубежа по умышлению советских родителей. И более того, умертвили Жданова и Щербакова. Это было на последней странице «Правда», четвертой, как до сих пор помню. Тогда «Правда» выходила на четырех страницах. А на первой странице была «Передовица» на ту же тему. И как по ряду стилистических выражений явно было, что, во всяком случае, она правилась пером самого Сталина. И там, кроме обвинений диких в адрес еврейских врачей, еврейских организаций, звучал такой мотив, что их покровители за океаном, они тоже получат возмездие и получат заслуженное ими наказание. Вот этот мотив говорит о том, что у нас просто не будет времени в нашем материале углубляться и в третью составляющую плана Сталина, может быть, самую зловещую. Но есть достаточно оснований, что и Чиско, и еврейский погром были прелюдием по существу и к Третьей мировой войне, которую он тоже готовил. Публикация 13 января, она уже развернула такую массовую, массовую антисемитскую истерию в стране на бытовом уровне, и она все время нагнеталась прессой. Вот в 20-х числах, я уже не помню точно, помню 21-го, новое событие награждения орденом Ленина, патриотического русского врача Лидии Тимощук, награждение орденом Ленина, интервью, серии интервью с ней. И после этого, по существу, весь февраль уже проходил, ну, вправде, каждый день какая-то зубодробительная антисемитская статья до самого 28-го февраля. Теперь, что происходило в это время? Как нам известно из очень многих источников, готовился, я поставил вопрос, а что, собственно, Сталин хотел добиться? Ну, ясно, что готовился процесс врачей, на них они должны были сделать признание в своих ужасных преступлениях, признаться, что они действовали, а, по приказу иностранных разведок, и, б, пользуясь поддержкой тех членов полябюро, от которых Сталин решил избавиться. После этого процесса, естественно, должно было последовать организованное возмущение трудящихся преступлениями евреев, предательством еврейского народа, который стольким обязан русскому в спасении его во Второй мировой войне. И, насколько я твердо убежден, и я попытаюсь это аргументировать, в дальнейшем планом была депортация всего еврейского населения в отдаленные районы Сибири и Дальнего Востока. Для меня ключевым доказательством существования этого проекта является кампания, которая проводилась вот примерно с конца января, это после награждения Тимошюк, до конца февраля, по организации письма ведущих фигур еврейской культуры, науки к товарищу Сталину, которым признаются вот эти чудовищные преступления, совершенные злодеями-врачами, тень пала на весь еврейский народ. Эти люди просят дать разрешение честным трудом искупить эту громадную, честным, самоотверженным трудом на стройках Сибири и Дальнего Востока искупить эту вину. Подписали очень многие выдающиеся люди, я не хочу называть сейчас все фамилии, значит, некоторые историки, и прежде всего историк Костырченков, ставят под сомнение вообще всю эту историю с письмами, но, во-первых, мы имели очень многие люди, в том числе и дети, и врачи, и тех людей, которые подписывали, они вспоминают об этом, приводят тексты, и, наконец, в 90-х годах оригиналы некоторых из этих письм, а там было 5-6 вариантов, потому что была большая дискуссия, редакционная правка, в которой большую роль сыграл Оренбург, и сейчас я к этому перейду в вестники архива президента Российской Федерации, есть ссылки, опубликованы несколько вариантов писем, и что самое главное, и это уже действительно не могло не исчезнуть, это письмо Оренбурга Сталину по поводу этого. То есть этот факт является неоспоримым, и, собственно, все вот те планы, которые были в власти, они, собственно, изложены и в этих письмах, и письма как бы упреждают реакцию на эти планы. Ключевую роль подготовки этих писем в истории с ними сыграл известный еврейский дитер Оренбург, известный советский писатель и публицист, очень популярный во время Второй мировой войны, его военные репортажи, зачитывались люди в России, и в ТУ, и на фронте. Абсолютно убежденный, я даже не помню, был ли он формально членом Коммунистической партии, но то, что он был абсолютно убежденный коммунист и сталинист, это бесспорно, лауреат всех многочисленных орденов и премий. И одно из самых драматических событий вот этой зимы было 27 января вручение Оренбургу Международной премии мира. Вот такое кремлевское, кремлевские награды. Оренбургу уже тогда было хорошо известно, что готовится, и аресты врачей, и что делают с врачами, и каковы планы Сталина, потому что к нему уже приходили люди с проектами этого письма. Проекты разносили академик Минц и известный такой журналист кремлевский Хобинсон. Так вот, близкий Оренбурга и сам он потом рассказывает, ну почти как о подвиге, совершенным им во время получения этой премии. Он произнес нам такую фразу неожиданно, что вот сейчас, когда вручается мне эта высокая премия, мне хочется вспомнить о тех сторонниках мира по всему миру, которые за свою деятельность там томятся в тюрмах, за стенках, их пытают. и вот эта фраза была произнесена в такой абсолютной тишине в зале, и хотя явно по тексту он ссылался там, я не знаю, на каких-нибудь коммунистов, арестованных где-нибудь там в Гватемале или Южной Родезии, но аудитория поняла это, как и те люди, которые томятся в застенках в Москве и которых которых здесь пытают. В чем же было вот то минимальное сопротивление, которое единственный из выдающихся евреев, которым предложили подписать это письмо, отказался Эренбург. И он не отказался. Да, он отказался подписывать в присутствии тех людей, которые мы принесли. Он сказал, я сам напишу письмо товарищу Сталину. Если товарищ Сталин скажет мне, что это нужно, я подпишу. Ну, Эренбург, как очень умный человек, ну, видимо, он в этот момент, ну, будучи абсолютно советским человеком. Кстати, он был принципиальнейший противник сионизма. Принципиальнейший не просто из-за того, что вот такая была партийная позиция, но он вот так и внутренне искренне был убежден, что будущее еврейства это не эмиграция в Израиль, это ассимиляция, в том числе в Советском Союзе, в первой в мире социалистической стране. Но вот он почувствовал, видимо, свое еврейство. Вот в этот момент колоссальные угрозы, нависшие над еврейским народом. И хотя Бен-Гурион, может быть, справедливо назвал его в свое время самым худшим из евреев, вот что-то человеческое и что-то еврейское в этот момент в нем проснулось, и он своим верноподданическим, иезуитским способом стремился тем не менее оттянуть эту трагедию. Он написал Сталину, что я, конечно, согласен со всеми этими аргументами, но давайте подумаем, товарищ Сталин, что вот такие действия могли бы отрицательно сказаться на наших сторонников в Западной Европе, во Франции, например. Французская компартия могла бы потерять несколько процентов голосов на выборах и так далее. Сталин прочел, как хорошо известно. Сталин прочел это письмо. А аргументы Рунбурга не убедили его настолько, чтобы отменить операцию, но они его чем-то заинтересовали, что он отменил немедленное публикование письма в правде. Может быть, для того, чтобы как-то изменить редакцию, сделать ее более приемлемой для коммунистического мнения сочувствующего Советскому Союзу за рубежом. На несколько дней в феврале эта операция была оттянута. Это первое сопротивление в еврейской среде, то, которое позволил себе Рунбург. Но давайте вернемся к началу нашего сюжета. А как же та номенклатура, над которой был занесен топор и которая ждала расправы. там активность проявил другой человек, еще менее симпатичный, просто один из ведущих сталинских палачей, шеф МГБ Лаврентий Павлович Берия, который вовсе не хотел повторить судьбу коллег Сталина, уничтоженных на процессах 1937 года. Кстати, к тому времени Сталин практически ликвидировал Политбюро и каждый вечер он встречался с четверкой, с четырьмя людьми, которым он сохранял какое-то доверие. Это Берия, Хрущев, Маленков и Булганин. У них каждый раз поздно вечером начиналось застолье. И вот в ночь на 1 марта 28 февраля еще все газеты были забиты антисемитскими статьями. В ночь на 1 марта 1953 года у товарища Сталина случился удар. После того, как гости ушли и он остался один. Было ли это убийство, организованное Берия, что можно утверждать стопроцентной достоверностью? Сталину в течение 48 часов вот эти люди близкие к нему не оказывали никакой медицинской помощи. Как минимум, это было убийство через неоказание медицинской помощи. На мой взгляд, это был заговор, который привел к смерти Сталина, которое объявлено было 5 марта в день Пурима. И буквально через несколько часов после юридической смерти Сталина Берия освободил арестованных врачей, извинившись перед ними и отправив их на его машине по домам. А через несколько дней последовали новые необыкновенные события, то, что называют «Сто дней Берия». Это сто дней, которые он провел между смертью Сталина и собственным арестом. Его в конце концов арестовали и убили свои соратники. Почему я говорю об этих сто днях? Потому что Берия провел столько важных мер во всех сферах, в том числе в международной жизни, которые не мог сделать один человек. Мне ясно, что у него была какая-то команда, которая вот этот переворот и постсталинскую программу готовила достаточно долго и у него были соратники. Не углубляясь в эту тему, скажу, что практически он готов был сделать больше, чем Горбачев в конце 80-х годов. А именно отказаться от строительства социализма в Германии, предложить воссоединение Германии. Он это предложил на заседание предбюро, и это, кстати, явилось толчком к его свержению. Ну и, естественно, были забыты, остановлены все эти безумные планы, связанные с депортацией евреев. Вот эта история о том, как совершенно страшные катастрофические события, второй Холокост и, возможно, Третья мировая война были предотвращены усилиями двух далеко не идеальных людей, самого худшего еврея по определению Бен-Гуриона и самого верного палача Сталина Лаврентия Берия. Если бы этого не произошло, а Сталин остался жив, я думаю, эти события, связанные с врачами и с еврейской общиной Советского Союза, развивались бы именно по тому сценарию, который был задуман Сталином. Обо всем этом написано прекрасно в сохранившихся для истории вариантах писем, которые организаторы убийств евреев заставили подписать самих евреев. Об этом я могу судить только из воспоминаний. Их очень много приведено и в книгах Этингера, и в других книгах. Готовились эшелоны, готовились места для поселений на Дальнем Востоке. Почему я сконцентрировался в доказательной части на документах, которые могут понимают. Я верю всем этим воспоминаниям, во-первых, потому что они коррелируют друг друга, они рассказаны очень многими людьми. В частности, есть люди, которые беседовали с Булганиным, которые беседовали с Хрущевым, там об этом говорится. Но понимаете, любой скептик может сколько угодно говорить, что это разговоры, разговоры, а не доказательства. Доказательствами являются документы. Теми документами, которые мы обладаем бесспорными на сегодняшний момент, это вот те тексты писем, о которых я говорил, и прежде всего опять же они делятся на два корпуса документов. Письма, сохраненные частными лицами, как вот например то письмо, о котором говорил Эфенгер, и письма, которые сохранены в государственных архивах, те, которые были опубликованы, и в частности письмо, направленное Эренбургу Сталином. То есть есть корпус доказательств, есть прямые доказательства, есть очень большое количество косвенных доказательств, о которых всегда можно сказать, что это слова, которым можно верить или не верить. Но когда эти слова различных совершенно людей баррируются друг с другом, и кроме того, подтверждаются текстами имеющихся у нас документов, то создается очень определенная картина. Ну и плюс, вы знаете, мое преимущество в том, что я, ну хоть маленьким ребенком, но в достаточно сознательном моменте, жив внутри этой картины. Скажем, с 13 января 1953 года, значит, по там где-то 10 марта 1953 года, где было сообщено об врачении, освобождении людей. Я, как мальчик, почему-то интересовавшийся политикой, читал всю эту прессу и жил в этой прессе, и видел всю вот эту нарастающую крещенду антисемитской команды, и чувствовал такие же разговоры и в быту, и в школе, и на улице, и кроме меня были миллионы людей, которые это и чувствовали, и видели. Поэтому для меня это совершенно убедительная картина. Теперь, что касается вот этих эшелонов и будущих мест заключений, об этом рассказывают очень многие люди, но ведь это тоже не могло остаться не без документов. И где-то документы эти сохранились в определенных архивах, но много очень уничтожено, но у нас есть возможности, ну, во-первых, скажем, недавно, два месяца назад, были открыты архивы украинского КГБ. Наверняка, Украина, как страна, республика, в которой было достаточно количество евреев, какие-то указания из Москвы по этому поводу получала. И соответствующие документы были там. я думаю, что Израиль в то время очень израильская разведка, израильская дипломатическая служба самым внимательным образом наблюдала за тем, что происходит в Советском Союзе. И мы с вами уже говорили на эту тему. Часть документов, часть документов, может быть, в открытых доступе, часть документов в архивах. Ну, во-первых, они найдены. Вот, давайте посмотрим, есть ссылка на вестник архива президента Российской Федерации. Костыршенко это психологическая проблема, которая для меня для меня она ясна. Костыршенко очень талантливый и честный исследователь. Он сделал очень много для исследования от преследования еврейского комитета процесса еврейского комитета но он в глубине своей он остался советским человеком. И вот как советский человек он не может перешагнуть вот эту черту. Для него это кажется немыслимым, что Советский Союз, советское руководство, товарищ Сталин готовил Холокост и геноцист евреев. Вот он не может принять, несмотря на всю свою критику политики, он не может принять вот эту правду. И поэтому упорно, настойчиво, маниакально во всех своих трудах он доходит вот до этой черты, описывает все правильно. А вот эту черту, я думаю, что это не позиция историка Катырченко, а это психологическая проблема Катырченко. Но вы знаете, масса историков на Западе утверждает, что не было Холокост. Это всегда будет продолжаться. Сталин планировал ну всегда. Советская коммунистическая система не может существовать в соревновании экономическом, скептолистическом. Это было Сталину ясно. И как мы знаем из трудов Суворова и Саунина Сталин был не меньшим автором Второй мировой войны, чем Гитлер. Гитлер, собственно, рассматривался как ледокол для этой Второй мировой войны. И целью Сталина во Второй мировой войне было завоевание всей Европы. Он не выполнил ее. Кстати, это интересно, что Сталин отказался принимать парад победы 24 июня 1945 года. Он был разочарован результатами Второй мировой войны, потому что в его понимании победы его план был Гитлер завоевывает Францию, Англию, потом ударом в спину он разбивает Гитлера и получает Европу. Атомная советская армия была в конце войны, конечно, сильнее американской армии западной, но Сталин остановил ядерное оружие, которое было у Соединенных Штатов. Единственное, что предотвращало план к мировому господству. В 49-м году Сталин получил атомную бомбу, а в 53-м, кстати, тоже парадокс истории, и тот же самый человек, о котором мы уже говорили, Берия был руководителем атомного проекта, в 53-м году, и первое в мире испытание водородной бомбы уже произошло после смерти Сталина и Берии в июле 53-го года, но уже известно было, что это готовится на очень короткий период, это как раз 53-й год, вот тот период последних месяцев Сталина, Советский Союз оказался впереди Соединенных Штатов в ядерной гонке. Он на несколько месяцев раньше, чем Соединенные Штаты, получил ядерную водородную бомбу. И этот период был чрезвычайно благоприятен для Сталина, для того, чтобы начать Третью мировую войну. Сталин стремился к мировому господству, и коммунизм стремился, так как он понимал, что коммунизм не может победить Запад в чисто экономической сфере. Или рано или поздно коммунизм падет, так как это случилось в 1991 году, или коммунизм победит в мировом масштабе и окажется такой Орваровской мировой системой господства. И как раз 1953 год был тем коротким периодом, когда Советский Союз смог получить военное преимущество не только в конвенциальной, но и в ядерной сфере. Атмосфера с таким событием, который сказался на бытовой атмосфере во всей стране, было это, конечно, то, что для номенклатуры было 14 октября 52-го года выступление Сталина для широких народных масс, это было 13-е, это было 13-е января 53-го года, эту газету читали все, и, конечно, начались антисемитские разговоры, но я помню, вот, у нас в классе, я учился в мужской школе, в шестом классе, мне было 13 лет, у нас было 40 мальчиков, вот, я это хорошо помню, потому что мне самому пришлось участвовать в одной драке, значит, у нас был один мальчик, я даже до сих пор помню, как его зовут, Володя Глотов, он очень был взбудоражен этой статьей, и все время, значит, ходил и обвинял евреев в том, что они хотят, что они убили Жданова, Шербакова, и хотят убить товарища Сталина, и вот он сказал однажды, где-то мы стояли кучкой, у нас было несколько еврейских мальчиков, вот, у меня был приятель Миша Розенталь, отец его был, профессор философии, и вот этот Володя сказал такую фразу, после газеты, вот, когда говорили газеты, в течение, уже прошел там месяц или сколько, под газетой имел свой конкретный номер газеты, 13-я газета, вот, с этим сообщением о преступлении, просят газеты, мне противно с тобой разговаривать, вот так, что, вот, вы, евреи, убили товарища Сталина, и вот, я как-то встал на защиту, этого мальчика, мы с ним поспорили, а у нас были такие, тогда, ну, суровые, но правила, такого двора и драк, что если люди дерутся, это не просто так, они договариваются, идут, скажем, после уроков куда-то без школы и начинают, ну, так, как у мальчишек, бывает, бойцовскую, бойцовскую схватку, вот, и я его вызвал, значит, что-то договорились, до сих пор помню, мы учились во второй смене, то есть после уроков было очень поздно, где-то уже темно, где-то там в темноте, под школу мы собрались, какая-то группа, как всегда, когда двое мальчишек дерутся, собираются люди, вот, и я до сих пор, вот, помню с огорчением, я вообще был, мне кажется, сильнее его, должен был бы его побить, но меня подвело, подвело слабое место нос, он как-то где-то на третьей-четвертой минуте задел меня носом, у меня вот всегда, до сих пор, кровь течет из носа, а по законам, вот этой, по джентльменским законам о мальчишеских драках дерутся до первой крови, вот, пошла кровь, и, значит, он был разглашен победителем, и я проиграл, и вот, мне до сих пор обидно, но, вот, почему я рассказываю подробно эту историю, я рассказал эту историю, потому что она была очень показательна, вот, это микрокосм, наш класс, 40 человек, это, как мне кажется, довольно точно отражало эту ситуацию в общем целом, вот, смотрите, из 40 человек был один антисемит, этот самый, мой противник, ну, один, скажем, человек защищающий евреев, я, а остальная масса, она была равнодушна, то есть, вот этого никакого такого оголтевого антисемитизма, что вот носились люди, бей, бей евреев, где тут у нас евреи, давайте их бить, этого не было, антисемитизм, и я думаю, что примерно так было и в обществе, и именно поэтому, это, если бы Сталин остался жив, и если бы это поощрялось руководством, то все это было бы проведено, хотя, хотя энтузиастами было значение, меньшинство, и не только население, и то же самое, и тот же микрокосм был наверху, скажем, вот один Сталин, ну, можно назвать, там был такой молодой член расширенного президиума, Чесноков, основной антисемит, который стоял за прогрессами, и один Берия этому противостоял, и то не только потому, что он любил евреев, а он сражался за себя и за жизнь всей номенклатуры, но основная, основная масса, основная масса была равнодушна, то есть было такое явное, бешеное антисемитское меньшинство, ну, к которому прежде всего принадлежал товарищ Сталин, и если бы он был жив, то при равнодушии большинства общества эта операция была проведена, но с его смертью и уходом его немногочисленных сторонников из верхушки, естественно, никаких шансов на продолжение этого безумия не было, хотя, как мы все знаем, определенный фоновый антисемитизм сохранялся в стране до самого конца Советского Союза. Ну, вообще, я положительно относился к Сталину, к Советскому Союзу, то, к тому, что нам говорили в школе там о дружбе народов, о интернационализме, и поэтому вот я уже об этом говорил, что стилистика вот этой статьи на четвертой странице «Газеты правды» 13 декабря, 13 января, она просто явно противоречила всему тому, чего меня, как пионера, учили в школе и вообще в государственной пропаганде, и привела меня, ну, вот, как, я не знал таких слов, в состояние когнитивного диссонанса, который продолжался и вот до развязки этих событий в марте, когда они были осуждены, как совершенные какими-то отдельными преступниками, которые наказаны. Мы живем сейчас в очень близкой ситуации. У нас не готовится, слава Богу, Холокост еврейского народа, но мы, как никогда, близки к Третьей мировой войне. У нас безумный диктатор в Кремле, и вот такой человек, как Берия, вызывает у меня интерес, больше, чем Меренбург, потому что я задаю вопрос, а где тот сегодня, Лаврентий Павлович Берия, который поможет сегодняшнему диктатору уйти из Кремля. Поэтому, мне кажется, этот фильм будет не только историческим, но и очень актуальным. К сожалению, в России история как в дурной бесконечности повторяется, и мы все время идем по какому-то кругу, возвращаясь в одну или другую точку, и ту же точку. Если бы Сталин сидел напротив меня, и у меня была возможность с ним побеседовать, я не набрасывался на него с бессмысленными проклятиями, а попытался понять мотивы, которыми он руководствовался в своей жизни, в своих действиях и в своих страшных преступлениях. Продолжение следует...